Девушки отдыхают Я вам хочу рассказать об этой своей любви И о том, как вы можете Зачем вы можете у себя ее вырастить И чем вам это вообще в жизни поможет Поэтому если вы хотели Услышать доклад на хардовую продуктовую Тему, там, бэклог Какое-нибудь классное поколение Для которого можно делать, сегментация аудитории Просто можете встать и уйти уже Все, никто не планирует Отлично, тогда я начинаю В общем, что обо мне стоит знать Мне стоит знать, что я, кажется, обожаю музыку И мне искренне кажется, что это уже не лечится То есть я начинаю свои слайды прямо сразу с диагноза Чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело Что еще стоит обо мне знать Это то, что вообще по образованию я журналист Я работала когда-то журналистом Но потом что-то пошло не так И я открыла свой стартап про нижегородскую музыку И понеслась Четыре года назад я перешла в IT И вот теперь я снова Наконец-то я вернулась к музыке Я отвечаю за продукт Музыка ВКонтакте Внутри ВКонтакте За его продуктовую часть Вот так Хочу спросить вас Такой вопрос, который можно задать вообще любому И каждый, скорее всего, ответит Да Чувствуете ли вы, что ваше окружение Вас хорошо понимает? Везет же вам Очень круто, держитесь Держитесь вашего окружения Но большинство, действительно, мне кажется Думает, что нет, не понимает И вопрос в том Не только понимает ли оно вас в целом глобально Как людей, понимает ли они В чем ваша миссия В чем ваши проблемы Понимает ли оно вообще Что с вами происходит И почему то, что происходит Это проблема или нет Вот мне искренне кажется Что большинство продуктов А если честно Не только продуктов Но еще и руководителей И менеджеров На этот вопрос скажут нет А знаете почему? Потому что по статистике Если что, не ищите На МакКинзи Это статистика от Серафима Чакулаева Я просто опросил людей Вот Но в общем В среднем На одного продукта Или менеджера Приходится 7 специалистов В его команде И это специалисты Это не менеджеры Это не руководители И к какому выводу Нас это приводит К тому, что Если вы в целом Ничего делать особенно не будете То вокруг вас Всегда будут люди Которые вас не понимают Потому что они тоже Не менеджеры Представляете Вот такая вот миссия У нас сложная У руководителей У менеджеров И важно тут понимать Что люди В целом Они ограничены в том Сколько контактов Они могут иметь Там модные книжки говорят Что это что-то вроде 100 Я искренне не знаю людей Кроме пары своих знакомых Кто может поддерживать 100 Я бы ставила Где-то на 5 раз меньше Это широкий круг А узкий круг Это еще меньше И даже несмотря на то Что многие из нас Продуктов Как будто бы экстраверты Вот Кажется, что ресурс Все равно ограничен Если вы не будете делать так Чтобы Среди этого Этих 50 человек Оказывались те Кто вас действительно понимает И кто вам подходит То они там и не окажутся Вот так вот И хочется сказать Что Хочется сказать Что Каждый раз Когда я общаюсь С продуктами Я в последнее время Для себя поняла Что мне нравится Общаться с ними Не потому что Они там знают Про метрики Короче Они там Бэклог отскорят А потому что Они нравятся мне Как люди Я поняла Что их лайфстайл Мне близок Их способ мышления Мне близок Мне близко то Что они вообще За личности Даже если мы не сходимся В продуктовых подходах И в чем-то еще И весь мой доклад Который я сделаю Стоит смотреть на него Под призмой того Что я предлагаю вам Не какой-то супер работающий инструмент С классной конверсией Который сделает так Что вокруг вас будут Типа Самые топовые специалисты мира Вообще речь не об этом Я честно говоря Буду вам рассказывать Как завести друзей Прикиньте Вот так вот На продуктовом докладе Просто я буду рассказывать Не просто о том Как завести друзей А о том Как завести друзей С профессиональным Общим бэкграундом Потому что вы поймете Что люди С которыми вы выбираете Одни и те же профессии Одни и те же профессиональные пути На самом деле Могут быть очень близки вам Как люди Если конечно Вы правильно выбрали профессию Ну если вы неправильно Выбрали профессию Они вам как будто Об этом намекнут Вот так Итак А что собственно говоря изменится в вашей жизни, если вы измените это самоокружение. Вот те самые шесть человек, которые остались в вашей команде, семь специалистов. Вообще, изначально, когда мне спросили, зачем нужна группа поддержки, я такая подумала, в смысле, не все любят общаться с людьми. Каждый раз, когда я думаю, что надо пойти к людям и с ними познакомиться, я такая, боже мой, как же круто! Это же просто круто! Но оказывается, людям нужна мотивация. Вот так вот, да, я удивилась и подумала, блин, ну а зачем тогда это делать? Вот я увидела четыре ключевых причины, сейчас я вам расскажу про каждую из них. Начну я, конечно, с того, что мы все с вами любим, это карьера. Вот так вот, да. И что хочется сказать? Я хочу сразу сделать дисклеймер о том, что я разделяю понятия карьерный рост и профессиональный рост. В моем понимании это разные вещи. В чем разница? В моем понимании. Первое, то, что карьера — это история про ваши офигенные ачивки. Это какая у меня должность, какой я компания, я работаю, сколько у меня зарплата, а сколько у меня подчиненных. Короче, все те плюшки, которые дают вам больше власти. Никто не хочет больше ответственности, все хотят больше власти. Правда? Молчите, хорошая аудитория, мне нравится. Соответственно, вот все, что касается карьеры, это что именно? Куда бы вам наниматься? Вот вы знаете, куда вам наняться дальше? Вы уверены, что вы можете назвать сходу пять компаний, которые вот вам подойдут? ВК-музыка — отличная компания, это правда. Вот. А вы знаете, как туда наняться? Вот. А знаете, кто знает? Это правда. Это будет чуть попозже, слайдом будет в конце. Вот. Ну, собственно говоря, вот вы не знаете, а ваше окружение может знать. И важно, чтобы это было правильно, окружение, которое действительно знает ответы на эти вопросы. Помимо этого, а вот вы знаете, где вы сейчас находитесь как профессионал? Насколько вы ценны? Ценить вас можно по-разному. Можно ценить вас как ценного суперспециалиста, а можно ценить вас как вот сколько денежных мешков за вас готовы отдать. И вот как бы и тот, и другой вопрос, он не нагуглится в интернете. Нет такого теста, куда вы зашли и забили. Какой я продакт-менеджер и сколько мне должны платить? Вы получите, короче, статью на Хабре, на которой написаны зарплаты, которым вы потом придете к вашим знакомым, и внезапно узнаете, что никто из них не получается, только вот такая проблема. И окажется, что рынок-то, он вообще-то, говоря, немного другой. Но вы ниоткуда это не узнаете, кроме как от людей. И если вокруг вас будут разработчики, если вокруг вас будут аналитики, а не такие же менеджеры, никто из них вам не скажет, какая ваша реальная вилка, профессиональная или зарплатная. А еще, вот, например, я недавно переживала такой опыт, смена сферы. Мы продакт-менеджеры, мы считаемся какими-то такими универсальными бойцами, знаете. Понимаете, вот если у разработчиков есть мобильные разработчики, веб-разработчики, какие-то еще у всех свои касты, у всех свои метапы, у фронтов они обычно помоднее, там, у бакендеров они обычно там где-то в пещерах, говорят, по легенде проходят. Вот. То у продактов такая история, что считают, что продакт-менеджер, он, ну, он универсальный менеджер, понимаете. То есть любой продакт в любое место может пойти. Но мы с вами знаем, что это не так. На самом деле продакт-менеджеры тоже делятся по кастам. А помимо того, что они делятся по кастам, они еще делятся по сферам. Вот я недавно переходил с голосового помощника в музыку. Как вы думаете, сколько общего между этими сферами? Именно. Вот. Про голосового помощника вам уже рассказывали. Про музыку я вам сегодня не расскажу, но я вам скажу, что разница очень большая. И большая она потому, что это совсем другой контекст сферы. И вам никто этот контекст не расскажет, если вы не пообщаетесь с нужными людьми. Следующий пункт. Развивать команду. Менеджеры. Менеджеры продукта. Даже если у вас нет подчиненных, а рано или поздно в конце концов у вас появляются эти подчиненные. На вас их вешают, у вас они вы просто берете над кем-то шефство. Просто потому, что так лучше работаются. И обычно в развитии команды есть несколько вопросов. И первый из них, с которым продакты часто сталкиваются, это вообще-то говорят, что надо нанимать людей. А как правильно нанять? И речь не о том, что у вас есть список хардов, например, которые нужны. А вот вы точно уверены, что человек, которого вы нанимаете, обладает тем же культурным фитом, что вам нужен. Как вообще этот культурный фит замерить? Вы знаете, какой бэкграунд у людей, которые, например, приходят из интеграторов или из агентств? Или наоборот. Вот вы работаете в агентстве, а к вам приходит человек из ВКонтакте, и вы думаете, что он будет смузи пить или что он будет делать. У вас должны сложиться какие-то определенные ожидания и образы от разных сфер. И для этого вам обязательно нужно общаться с разными людьми. И вы не найдете их в всех компаниях одинаковых, в которых вы работаете. Помимо этого, такой человек, когда вы в итоге его все-таки наймете, вам надо понять, а как его адаптировать. Потому что может оказаться, что человек, который пришел к вам от агентства, когда вы говорите ему слово «срок», у него, короче, вот так красным перекрывают глаза, и он ничего не видит. Он такой, у меня срок. Так же человек продуктовой компании. Ну, в целом у нас есть Q5, мы подвинем это туда. И он вообще ни о чем не переживает. И когда первый человек попадет во второе окружение, есть шанс, что, в общем, случится коллапс. И наоборот. Поэтому вам нужно хорошо это понимать для того, чтобы новых людей, которых вы наймете, адаптировать. А помимо этого, у вас, как у продуктов, как у менеджеров, есть очень большое преимущество перед специалистами. Хотите вы или нет, вам приходится общаться с очень разными людьми. И я тут говорю не про темпераменты, не про типы по соционике, а я говорю скорее о том, что вы общаетесь с разными специалистами. У вас в команде всегда есть дизайнер, аналитик, такой разработчик, другой разработчик, такой руководитель, секой. За счет этого у вас очень широкая насмотренность. Вы знаете, какими бывают типы специалистов, какие есть к ним требования, какие у них есть карьерные пути. И когда вокруг вас кто-то из команды, вы видите, что хочет расти или вы хотите помочь кому-то как расти, ваш опыт насмотренности очень сильно помогает им это делать. Потому что у них такого опыта нет. И вы для них становитесь очень ценным кадром, который может их развивать. А это, в свою очередь, немножко рождает лаянность к вам. Что еще хочется сказать? Хочется сказать самое главное, конечно. Самое главное это то, что вы можете развиваться профессионально. Вы можете развиваться как специалист и много мучиться. А какие вопросы вообще у специалиста возникают? Как правило, у него возникает вопрос, ну я достаточно хорош или как? Вот чтобы ответить на этот вопрос, как правило, люди раскладывают типы хорошести на два. Это софты и харды. Но прикол в том, что поскольку те самые продукты не универсальные, для каждого свой набор софтов и хардов. И вот вы посоветовались не с тем человеком. И внезапно такие, ой, мне надо вот техническую сторону прокачивать. А потом подошли к другому, ой, техническая это все ерунда, мне нужна аналитика. И вот чем шире у вас набор мнений, чем шире и глубже у вас понимание того, а где вы, и чем это место отличается от других, тем лучше вы понимаете набор этих скиллов. И, ребят, самое главное это не только то, что вы понимаете, что вам надо прокачивать. Очень важно, что вы понимаете, что вам не надо прокачивать. Вы такие просто, да, я здесь нуб, и это нормально. А еще, поскольку мы с вами продукты, даже если мы не напрямую people-менеджеры, мы много общаемся с теми самыми людьми, с теми самыми разными. У нас складываются самые разные жизненные ситуации. Например, у нас тяжелый характер у нашего темлида. Вы такие приходите, как же мы с ним подружиться, нам же надо вот с ним вот вместе деливерить что-то. Или, например, у вас, не знаю, разные ценности с вашим руководителем. И ваш руководитель такой, не знаю, он топит вот заодно, вот топит, 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 а вы понимаете, что он вам говорит, но вы понимаете, что у вас ценности совсем другие. И вам надо эти ценности перевести на его язык, чтобы вы могли вместе работать. И многие такие вещи не будут описаны в книжках, в статьях на Хабре. Но у многих людей вокруг вас был, наверное, релевантный опыт, который сможет подсказать, а как вообще в этой ситуации быть. То есть вы таким образом пользуетесь насмотренностью других менеджеров. Говоря про насмотренность, чем больше людей вы знаете, тем лучше вы понимаете, где ваши корни, куда вы принадлежите. Ваш кризис самоидентификации, это кем я хочу быть, в какой роли, в какой профессии, в какой компании, в каком типе компании, преодолевается гораздо проще и быстрее, если вокруг вас разнообразные люди, и с кем-то из них вы можете идентифицироваться. А еще, мне кажется, очень важная тема для продуктов, точно. Мы очень многие любим говорить, что мы такие мини-сео, мы такие стартаперы в найме, чувствуете? А знаете, что есть у стартаперов? У стартаперов есть бизнес-идеи. И знаете, кому вы пичите эти бизнес-идеи? Ну, можно, конечно, начать с мамы, я всегда так делаю лично. Вот, обычно я слышу что-то, ну, учись хорошо в школе, Серафима, вот что я слышу. Соответственно, что я делаю дальше? Дальше я думаю, а кому бы запичить эту идею так, чтобы мне дали реально крутой фидбэк с разных сторон. И мое искреннее мнение таково, что никто лучше, чем продукты и предприниматели, не может дать вам этот фидбэк. Ни один пользователь вам не даст этот фидбэк так хорошо. Ни один разработчик или кто-то еще. Это могут сделать только продукты и предприниматели. И чтобы вам не бежать с горящей жопой туда, куда вам бежать не надо, просто сходите к этим людям и узнаете их мнение. И вы можете получить очень развернутую картину о том, что вас интересует. Последний пункт, который на самом деле пересекается с тем, что я говорила до этого, это ощущение соплеменности. Мне кажется, что оно раскладывается на две вещи. Первый из них — это то, когда вы понимаете, что вы в нужном месте. Когда вы общаетесь с людьми не только вокруг вас, мне кажется, вот это будет очень большой кейс в рамках корпорации, например. У вас очень большая компания, очень много бизнес-юнитов, и ваш продукт, он там хоть и большой по меркам пользователей, по меркам всего чего угодно рынка, но вас мало. Вот у Гали 9 продуктов, у меня гораздо меньше продуктов, вы знаете. Это здесь у меня много продуктов, а было еще меньше. А это значит, что для того, чтобы понять, какая она моя компания, в которой я работаю, вам придется пообщаться с людьми из разных бизнес-юнитов. И когда вы это сделаете, вы внезапно поймете, насколько она вам подходит или нет. Вы внезапно ей проникнетесь, вы поймете, насколько это разные маленькие миры, и в этот момент вы почувствуете то самое, что мы чувствуем так редко. Это некую соплеменность, ощущение того, что я и эти ребята из одного племени, мы из одной профессии, мы из одной компании, они мне очень нравятся, и это круто. И вот этот момент самоидентификации личностной, он на самом деле для человека и его удовлетворения очень важен. И его сложно получить, когда вокруг тебя не те самые люди. А еще есть такая вещь, как шиза, которая нас начинает косить. Мне кажется, что шиза косит людей в двух случаях. Первое, когда они не на том месте, второе, когда они джуниоры. Что я имею в виду? Вот вы джуниор, и вы просто ищите работу. Вас спрашивают, ну что вы изучили про компанию, вот такую вот такие. Вы 34-й в моем списке, вас так много, я просто хочу на работу, я маленький продакт-менеджер, возьмите меня. И вот, в общем, когда вас берут, вы просто громко радуетесь этому, и когда это наконец происходит, вы начинаете понимать, что, блин, а компания вообще-то не самая лучшая, а в мире-то ищет получше. Я вообще-то думала, что все по-другому будет. Вот внезапно такая история происходит, и вам нужно пережить это время и понять, что местами дело-то вообще не в вас. Вы просто оказываетесь в той среде, которая вам не подходит с точки зрения ценностей. Дело не в профессии, дело не в продукте. Дело может быть в людях вокруг, дело может быть в компании, дело может быть в чем угодно еще, но если вы общаетесь за пределами вашего продукта, вашей компании, вашего money-мерка, вы хорошо понимаете, что бывает и по-другому, и это сохраняет вашу психику. Таким образом, группа поддержки превращается в real психологическую группу поддержки. Think about that. Вот. Четыре таких пункта. Круто? Вот. А я вам только еще рассказала, зачем вам это все. Я вам еще не рассказала, что делать с этим. Такой вот важный момент. Ну, вы понимаете, да? Придется знакомиться, получается, спросите вы, ну, чтобы вот это вот все плюшки эти классные были. А я вам, честно говоря, скажу, что, знаете, знакомиться круто, вот, но этого недостаточно. Вы можете сделать вот такую вот широкую воронку, познакомиться вообще со всеми в этом зале и даже в онлайне потом всем написать, но группа поддержки — это не ваши шапошные знакомства, что вы такие, я знаю чела из Озона, я знаю чела из другой компании, я знаю руководителя дизайна из откуда-то. Это все круто, но все эти люди не станут для вас теми, кто будет вас реально поддерживать и давать вам нужные советы, вижены, все остальное, потому что вы для них чужой. Соответственно, самое главное, над чем вам надо работать, это не над конверсией в знакомство. Ну, то есть если вы не совсем социофоб, но я предполагаю, что если вы продакт, то немножко сложно быть социофоб, нестатый продакт. Не знаю, у вас получалось? Получалось у одного, отлично, хорошо. Он из ВК-музыки, кстати. В общем-то, суть в том, что главное — это то, как вы потом построите взаимоотношения, а построить взаимоотношения — это та воронка, над которой стоит работать. Поэтому я вам немножко расскажу чуть позже, как и где познакомиться, я вам не открою никаких тайн, но я постараюсь немножко открыть тайны того, как вам все-таки построить взаимоотношения, которые помогут стать людям вашей группой поддержки. Как превращать дружбу, точнее, взаимоотношения в дружбу, знакомство ваше в дружбу? Вот я выделила такие принципы, и сейчас мы будем их придерживаться. Собственно, начнем с того, как правильно выбирать людей. Мне кажется, что тут принципа два. Самое главное, с чего я начала, это что помните, что вы ищете не просто знакомых, вы ищете не функцию. Даже если… То есть вы подходите к нетворкингу, естественно, поскольку это нетворкинг полупрофессиональный, вы, естественно, понимаете, какой у вас запрос. Вы понимаете, какие темы вас интересуют. Вы понимаете, какие вопросы вас волнуют. Исходя из этого, вы примерно понимаете, какие люди вам нужны. Но как только вы начинаете скорить людей, исходя из чистых функций и не смотреть на то, какая они личность, я вас уверяю, у вас в телефонной книге останутся одни знакомые, у вас не будет там друзей. Либо они будут вам вот так. Вам будет не очень круто. Потому что когда вы выбираете людей по функции, а вы не выбираете их, исходя из того, нравится ли они вам как личность, нравится ли вам их взгляды, пусть даже они, например, ниже уровнем или что-то еще подобное, подобные способы иерархии, то в этом случае вы теряете тот самый важный коннект. И вот что самое главное я поняла, помимо того, что мне нравятся продукты как люди, это то, что мне нравятся те люди, которые являются моей эмоциональной поддержкой, а не эмоциональным обременением. Когда вы не чувствуете с человеком, с которым вы знакомитесь, даже у него офигенно интересная работа, вот вы не чувствуете с ним этого эмоционального коннекта, вы не чувствуете с ним резонанса, вы шутите, а он не смеется. Возможно, вы плохо шутите. Приходите на мои курсы. Ладно, у меня нет курсов на эту тему. В общем, если у вас нет мэтча по эмоциям, по юмору, по взаимоощущению, очень высок шанс, что у вас не сложится. А если с кем-то вам кажется, что изначально как будто бы он какой-то не тот, а при этом мэтч есть, есть шанс, что люди откроются для вас снова внезапной стороны и станут для вас гораздо лучшей группой поддержки, чем вы о них думаете. Еще что хочется сказать. Хочется сказать, что очень часто, когда мы приходим на такие вот нетворкинги и ищем людей, мы ищем совсем верных людей не исходя из их позиции, а исходя из того, где они находятся. Что я имею в виду? Вот у нас есть, например, стартапы, а есть корпорации, да, это самая такая стандартная полярность. И вот если вы продакт из стартапа, пожалуйста, если вас устраивает то, что вы из стартапа, ищите ребят из стартапов. Вы когда придете к ребятам из корпорации и скажете, у меня 13 тысяч пользователей, ребята из корпорации такие на вас посмотрят, ну ты молодец, конечно, вот, но они вас не поймут, потому что они ворочат другими цифрами, они иначе смотрят на продукты, на развитие. Это не значит, что вы продакт хуже или лучше, вы вообще продакт просто в другой линейке. Точно так же, когда вы продакт из корпорации, и вы приходите к ребятам из стартапов, которые вам рассказывают о том, как они классно тушат пожары и спасают детские жизни каждый день, вы как продакт корпорации такой, ну а я отчет сделал. Вот так вот происходит это. И если вы хотите реально поговорить про ваши проблемы, то ходите к релевантным людям. Стартапы стартаперам, корпораты корпоратам, агентства к агентствам, интеграторы к интеграторам, ну вы поняли логику. Если вас не устраивает где вы, делайте все наоборот. Вот так. Следующий пункт. Я назвала его самораскрытие. Самораскрытие, оно происходит обычно с двух сторон в общении людей. Со стороны того, кто говорит, и со стороны того, что другое говорит. У меня долгое время была проблема с тем, что я делала так, что другие люди постоянно раскрывались, я их расспрашивала, о чем-то, какие-то трудности, что у них происходит и все такое. Это здорово помогало мне впитывать их опыт, потому что я много о них знала. Но знаете, что происходило в конце? Они такие, отлично поговорили и уходили. Знаете почему? Потому что ничего я им не говорил про себя. Я просто девочка, которая пришла их расспросить о них. Вы часто видите людей, которые дружат со своими интервьюерами или теми, кто их допрашивает. Кажется, что нет. Соответственно, так делать лучше не стоит. И очень важно не только задавать вопросы, но и рассказывать самому. И прикол с самораскрытием заключается в том, что… Что вообще такое самораскрытие? Давайте так. Для того, чтобы люди могли вас выбрать, они выбирают вас, когда вы что-то делаете, они вас слушают и… О, боже мой, я прошу прощения, я немножко заволновалась. Так вот, что такое самораскрытие? Вы, вот вы есть какой-то человек, и вам надо каким-то образом быстро донести до других, что вы за человек. Вы, конечно, можете открыть им резюме, свою страницу ВКонтакте, где-то еще, и ждать, что они сами поймут. Но самое главное, чтобы вы говорили о том, что вы любите, что для вас важно, какие трудности вы испытываете, потому что в этом, как ни в чем другом, вы раскрываетесь как человек. Они понимают, они хотят вас выбрать или нет, они чувствуют с вами резонанс или нет, ваши проблемы им резонируют или нет. А когда вы называете им свою должность, рассказываете, какие у вас обязанности на работе, ну если они рекрутер, возможно, вы им понравитесь. Во всех остальных случаях есть шанс, что, скорее всего, это будет не так. Поэтому рассказывайте про то, какие трудности вы испытываете, и спрашивайте второго, какие испытывает он, потому что всем нам нравится рисоваться очень красивыми, но правда в том, что мы любим людей, с которыми мы проходим сложные времена, мы их хорошо помним, они западают нам в сердечко, и стоит об этом помнить. А еще, а все. И еще один важный пункт, который я, честно говоря, очень много уяснила, потому что я много ходила на конференции, метапы, хакатон, вообще любые мероприятия, которые вы можете представить, скорее всего, на них была. И суть этих мероприятий в том, что вы на них можете познакомиться, но очень часто стоит проблема того, что вы не знаете, как продолжить контакт. И из-за этого вы знакомитесь с огромным количеством людей, а в итоге никто из них в вашем взаимоотношении не становится, даже если вы выполняете все предыдущие пункты. Просто потому, что надо понимать, на какие мероприятия и как ходить. И мой вам совет — ходите на те тусы, которые повторяющиеся и отраслевые, по той причине, что вы будете встречать нам одних и тех же людей. И чем чаще у вас контакт, который не вынужденный, а он просто сам так складывается, тем с большей вероятностью у вас вырастет конверсия в то, что вы начнете взаимоотношаться. Помимо этого, вы можете создавать такие контексты. Если вы работаете, например, в большой компании, вы можете на обеды собирать всех своих знакомых продуктов. Просто брать их вот так в охапку и собирать. Вот на своем примере мы съездили какое-то количество месяцев назад на Product Camp, и там я познакомилась с огромным количеством продуктов из ВКонтакте, и вот теперь все они по очереди ходят на обеды. И вы знаете, сколько нового я узнала о людях и о компании. Это очень интересно, и так у вас на самом деле появляются те самые классные друзья. Вы можете создавать не только обеды, вы можете создавать какие-то цикличные встречи. Больше того, вы можете хоть сами такой метап организовать. Представляете себе, сколько организаторов метапа из вас знают и сколько всего они о вас знают. Подумайте об этом. Вот. Это классный способ нетворкинга. Вообще, помимо истории про то, что вы можете делать постоянные ритуалы, бывает такое, что вам человек нравится, но вы не можете найти к нему подход. Ну так бывает. Это не обязательно значит, что вы не сойдетесь, это значит, что вам, возможно, придется поискать другие способы. А часто этот способ это свести вот этого знакомого с кем-то еще. Вы сводите их, и вы становитесь компанией. И внезапно от компании требований меньше к вашему персональному матчу. А таким образом человек, поскольку вы постоянно все равно с ним третесь, становится и вашей группой поддержки. Мне кажется, что это круто, и у меня такое получалось. Вот всем советую. Еще один способ, благодаря которому я, например, знаю Галю, которая здесь до этого выступала, и не только ее, это среднесрочное обучение. Это обучение, типа, не я сижу один вот так вот дома ботаю, а это обучение, когда вы идете куда-то, не знаю, например, месяца на три в какую-то продуктовую школу, где будут другие люди, и вы вместе с ними решаете трудности, преодолеваете их. Вообще, мне кажется, в российском интернетете есть несколько основных источников дружбы. Первый, это когда ты в школу пошел, там не то чтобы самые лучшие люди, просто типа ты видишь их каждый день, что-то приходится с этим делать. Потом ты, например, в универ пошел, и там все то же самое примерно. А дальше после универа, ну вот мы на работу ходим, да. Вот примерно все источники. И вы таким образом, если вы пошли на какое-то новое обучение, реально можете окружить себя людьми, с которыми вы в будущем будете трекать вашу жизнь. Вот, например, я пошла на обучение Академию продуктов в Мэйле, Мэйд, это было, по-моему, три года назад. И с тех пор у меня появилось, я не знаю, минимум человек 10, с которыми мы постоянно смотрим на карьеру друг друга, кто куда двинулся, а почему. И мы постоянно, мы пересекаемся в одних и тех же компаниях, работаем потом. И это на самом деле тот опыт, который супер незаменим, и я вам его искренне рекомендую. Вот. Ну и я хочу все-таки сказать о том, где все-таки находить-то людей. Тут у меня короткий список рекомендаций. Я бы рекомендовала вам начать, конечно, с каворкингов в странах СНГ. Вот. Но если, ну это правда работает, но если серьезно, раз вы все-таки остались в России, наверное, вас интересуют еще и другие пути. И есть такое понятие, как рендом кофе. Я искренне отношусь к нему не как к истории про то, что вот есть конкретный бот рендом кофе. Это рендом кофе, это формат, в рамках которого вы можете позвать любого человека попить с вами кофе, ну или что вам там нравится. И оно бывает разное. Бывает организованное, например, там в большой компании часто есть рендом кофе по дефолту, и вы можете просто участвовать в нем. Бывает рендом кофе отраслевое. Вы пришли на конференцию, внутри есть рендом кофе, вот вы со всеми общаетесь. Но правда в том, что вас ничто не ограничивает сделать следующее. Зайти на Facebook, зайти на LinkedIn, зайти в ВКонтакте, найти там клевого чувака и написать ему «Привет, я такой-то, а пойдем попьем кофе». И я вам скажу, что конверсия во встречу может быть даже примерно такой же, как если вы зайдете в рендом бот. Вот так. Так что пользуйтесь этим и ставьте эти встречи. Но я хочу здесь сразу вам дать рекомендацию, что если все-таки вы можете, пожалуйста, делайте это в онлайне, точнее, наоборот, в оффлайне. Ходите с людьми в кафе, ходите с людьми на обед, ходите с людьми в офис, ходите везде, куда можете. Главное, делать это не в оффлайне, потому что оффлайн, он замедлит, скорее всего, построение вашего общения. Однако, если у вас нет возможности делать это оффлайн, пожалуйста, делайте это онлайн, потому что это лучше, чем ничего. И очень многие знакомства действительно могут перерасти и из онлайна. Также, ну, про продуктовые конференции и тусы я вам ничего не буду говорить, потому что вы все здесь. Вы понимаете, да? Вы уже понимаете, как это работает. В общем, ходите на повторяющиеся, ходите на классные. А еще я много говорила про самораскрытие, и люди часто воспринимают как соцсети и публичные выступления, как историю прокачания личного бренда. То, что вот я тут приду, такой красивый все резко, меня узнают. По моей персональной статистике, когда я прошла своих руководителей, за что они меня нанимали, и спрашивала их, смотрели ли они мои видео, читали ли они мои статьи, ответ был нет. Это говорит мне о том, что, скорее всего, многие из них правда этого не делают. То есть это влияет на личный бренд, но довольно косвенно. Зато это очень сильно влияет на то, с каким количеством людей вы познакомитесь. По той причине, что когда люди смотрят ваши соцсети, в которых вы рассказываете о том, что вам реально интересно, когда люди слушают ваши выступления на конференции, где вы рассказываете о том, что вас реально волнует, на что у вас хватило материал на длинную конференцию, это значит, что они могут понять, что за человек перед ними, и хотят ли они сами инициировать контакт. То есть вы ничего не делаете, вы просто пишете посты, куда вы там пишете, или вы просто приходите выступать, а люди сами вас выбирают, вам пишут, подходят с вами знакомиться, и таким образом вы расширяете свою воронку на входе и уже выбираете из тех, кто вас захотел. Вот так. Про обучение сказала, про продуктовые чаты. Ну, есть чаты, вот, например, как наш. И вы можете туда написать что-нибудь о себе и знаете, что произойдет. Вы можете с кем-то познакомиться, кто-то подумает, что вы классный. И можете там быть активным и стать завсегда тем чатов. Так, например, работают любые форумы, где всегда есть коровая базовая комьюнити, которая довольно много общается со всеми. Короткие итоги. Они не совсем матчатся со всем, что я говорил до этого, возможно. Вот. Но что хочется сказать, что, в общем, учтите важную вещь, что не натужные попытки ваших повысить конверсию из холодного контакта, а просто способы постоянно поддерживать общение могут гораздо сильнее и лучше конвертнуться в то, что у вас появится постоянный круг общения, постоянная группа поддержки. Второе. Чтобы конверсия случилась, сам раскрывайтесь сами и раскрывайте второго. Ну, не раздевайте его в смысле, а душевно, скажем так. Вот. Потом. Оффлайн работает лучше онлайна, прикиньте. Вот. Но если у вас нет вариантов, выбирайте онлайн, а не ничего, потому что варианты есть. И еще один момент, который я бы сказала. Мне кажется, что к группе поддержки не стоит относиться так, что я вот тут, короче, на три мероприятия скажу и все. Это вещь, которую вам надо поддерживать постоянно. Это некая ваша социальная гигиена, и если вы будете ее соблюдать, люди вокруг вас будут обновляться, потому что на самом деле вы сами тоже меняетесь постоянно. Это происходит незаметно для вас, и люди, которые вас окружают, в некотором смысле становятся отражением ваших изменений. Поэтому если вы не будете этим инструментом пренебрегать, он всегда будет соответствовать вам и не будет ветшать. Я вам этого искренне рекомендую. Вот так. Если вы захотите, чтобы я стала вашей группой поддержки, ну или вы моей, в общем, тут есть мои контакты, вы можете написать, и я буду рада ответить на ваши вопросы. Все, Серафим, спасибо. Да, спасибо большое за доклад. У меня есть несколько вопросов от аудитории в онлайне. Допустим, мы нашли себе команду мечты, отлично сплотились, поработали успешно целый год, а на второй многие люди очень поменялись по вполне себе разным причинам. Получение денег или последующее отделение их на разность интересов и обеды. Это еще вопрос или продолжение? Ну, в общем, отвечай на первый вопрос. Короче, тут вопрос, да. Как нам предугадать, каким человек будет через год, 5-10 лет? Ведь люди часто меняются с приходом денег и разных мнений, различных мнений. Есть такое понятие, как называется серийный моногамный брак. Суть его заключается в том, что институт брака в современном мире несколько изменился относительно того, каким он был раньше. Раньше это был один брак на много-много лет, а в текущем мире как будто бы тенденция такова, что люди имеют также брак, но они его периодически меняют. И в целом эту тенденцию можно посмотреть даже в том, как люди подбирают свое окружение. Чем больше, чем чаще мы можем менять профессию, а люди с десятилетиями тоже начали это делать чаще. Чем чаще, больше хобби мы получаем, а люди в последнее время тоже имеют гораздо больше возможностей для хобби, потому что им не надо выживать. То есть кому-то надо, конечно, но таких людей меньше. Соответственно, к чему это все? В моем понимании, друзья и группа поддержки — это вещь, которая тоже обновляется. Она не живет в камне, она всегда будет обновляться. И в зависимости от того, как быстро вы меняетесь и растете, правда такова, что, скорее всего, люди вокруг вас будут меняться с такой же скоростью. Если вы растете супербыстро, это будут люди сменяться раз в три года. Если вы растете медленно, то, может быть, раз в десятилетку, но все равно будут. И предугадать, сможете ли вы идти equals или нет, в моем понимании нельзя. В моем понимании гораздо важнее обратить внимание на то, насколько вы базово по ценностям и по самому главному для вас подходите. Потому что даже если человек будет смотреть не в ту же сторону, что и вы, если в вас совпадает общее и самое главное, то в этом случае, даже если вы сильно разойдетесь, вам все равно еще будет хорошо друг с другом и будет что друг другу дать. Но бояться обновлять свое окружение, на мой взгляд, не только не стоит, а стоит обязательно это делать. Спасибо за ответ. Еще один вопрос. Не перерастет ли поиск типа хорошести в самокопание? Тут есть комментарий. Получается, поиск золотой… Где золотая середина между друзьями и знакомыми? Мне кажется, что если в общем смысле объяснять, то есть условно три круга. Самый широкий круг, в который у вас будет входить человек 30-50, это ваши такие плюс-минус хорошие знакомые, которым, если что, можно написать. Следующий круг — это люди, с которыми вы общаетесь раз в неделю, иногда, возможно, видитесь или не видитесь. То есть это люди, которые будут вашими уже такими хорошими приятелями. И есть близкий круг, в который редко входит больше пяти человек. И вот, собственно говоря, как понять, где разница? Посмотрите на частоту общения, как часто вы общаетесь, посмотрите на глубину общения и посмотрите на темы, которые вы обсуждаете. Например, вопросы ваши эмоциональные, персональные, личностного развития, не поверхностного, а такого глубокого, вы, скорее всего, не будете обсуждать с людьми, с которыми вы увиделись на митапе три раза. Есть ощущение. Соответственно, мне кажется, что примерно там и пролегает эта граница. Она довольно иллюзорна, но в целом в психологии есть даже такое понятие, как шкала близости, и там есть прям уровни, и их типа 10. Но если коротко, то три. Спасибо. Так, и еще один вопрос в онлайне. Много ли HR рассказывают о себе соискателем? Соискателем. Такой вопрос. Личный опыт. Я думаю, что HR обычно не рассказывают ничего такого до тех пор, пока они вас не наняли. Как только они вас наняли, вы столько интересно можете узнать. Это правда так. Очень интересно общаться с рекрутером спустя где-то полгода, после того, как он вас уже нанял. Вы уже прошли испытательный срок, он за вас уже денежку получил, и теперь может перед вами раскрыться по-настоящему. И люди, которые вам могли очень нравиться или очень не нравиться на процессе найма, внезапно могут оказаться очень классными или не очень чуваками. Но я не верю, что этот ответ мой релевантен кому-то. Это правда, это исключительно личный опыт. Тихонечко, у нас уже отсохнет у девушки рука скоро. У меня вопрос. Почему твой доклад не первый? Ты хотела, чтобы люди сразу вышли из зала? Тут понимаешь, их всех копили, чтобы остались только самые стойкие. Просто мне кажется, это так странно. Ты очень много рассказываешь про нетворкинг, а мы сейчас возьмем и домой пойдем. А это не совсем так. У меня там дальше будет какая активность, чтобы вы не пошли домой. Я хочу, чтобы остались ночевать тут. Ладно. Ну ладно, тут много рук не буду. А за этот вопрос надо давать, Диги? Привет, мне показался твой психотип очень знакомым, поэтому я задаю этот вопрос. Я думаю, что он заслуживает собачки. Как ты считаешь, можно ли заводить личные взаимоотношения, как мужчина-женщина, парень? Ну, короче, такие шуры-муры с теми продуктами, либо с человеком, с кем вы работаете. Нет, нет, вы не так поняли. Просто у меня два бывших молодых человека. Мы занимались над одними проектами, работали, и получалось, Каша, вот как ты считаешь? Может быть, просто это у меня был неудачный опыт, и это можно делать, либо вообще не стоит. Вот такой вопрос. Я искренне ничего не знаю про твой опыт. Ты, возможно, можешь мне скинуть их контакты, я посмотрю на их психотип. Не то, чтобы я специалист. Однако мое мнение, я не знаю, сколько оно будет популярным или нет, все зависит от размера команды, размера компании. Если вы работаете в компании, в которой 20 тысяч человек, и вы каждый день ходите на работу и видитесь с людьми, мне кажется нормальным, если вы с ними заводите взаимоотношения разного рода, в том числе и романтические. Вопрос про то, что делать, если вы, например, в одном бизнес-юнити, в одной маленькой компании или в одной маленькой команде открыт. Но, если честно, я для себя, например, решала похожие вопросы в плане дружбы. Потому что, когда ты руководитель, у тебя есть подчиненные, которые тебе могут быть симпатичны в целом, и ты бы хотел с ними дружить, сблизиться и все такое, и ты всегда задаешься себе вопросом, не харассмент ли это. И мне кажется, здесь важно понимать не только историю про баланс инициативы между вами и желание к сближению, а еще то, насколько зрелый перед вами человек. Потому что если человек перед вами психологически зрелый, он сможет разделять работу и все остальное. Если нет, то вы можете сколько угодно клясться друг другу в чем угодно, но, скорее всего, этот фундамент не полетит. Поэтому мне кажется, что это очень выборочный вопрос. Все зависит от вашей психологической готовности и психологической готовности второго человека, а также вашей готовности иметь работу, если что. Да, но если вы психолог, я не рекомендую заводить такое на работе. Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Андрей. Подскажи, пожалуйста, ты очень много говоришь про фидбэк, а как провоцировать в людях, от которых ты ждешь фидбэк, честность? Ну, к примеру, человек, в принципе, может по каким-то основным моментам пройтись, но при этом о чем-то замолчает, чтобы тебя не обидеть, или, в принципе, он не хочет с тобой портить отношения, не понимает, как ты это восприимешь? Мне кажется, что это тот случай, когда надо понимать примерно, что человек хочет тебе сказать. Если ты не можешь это понять сам заранее, ты можешь начать говорить какие-то свои опасения. Ты просто проговариваешь какие-то свои чувства. Что-то вроде «мне кажется что?», возможно, какие-то люди думают вот так-то, так-то, и ты смотришь его реакцию на это. И если его реакция такова, что ты видишь, что он такой «да-да, это то самое», в общем, ты нашел чем-то им не нравишься, скорее всего. Помимо этого, как провоцировать фидбэк? Мне кажется, что понять бы, почему человек не хочет его давать. Потому что бывает такое, что люди не хотят его давать, потому что я не такой руководитель, или я не хочу говорить ни о чем личном, я готов говорить только о работе. И с таким человеком, скорее всего, будет сложнее устанавливать контакты, надо искать какие-то очень особенные способы. А если человек не хочет давать фидбэк, потому что боится задеть, наверное, тут есть вопрос еще к тому, какой у него самого типаж, в том смысле, что если он какой-то очень careful человек, надо как-то дать ему понять, что с тобой ничего не произойдет, ты не сломаешься, если ты примешь от него более-менее честный фидбэк. И, собственно, еще, наверное, помимо этого, сейчас, атмосферу важно правильно создать. То есть в идеале это должно быть хоть чуть больше. Если человеку сложно давать тебе фидбэк, хорошо бы его засунуть в такую атмосферу, где он немного выпал из своей базовой реальности, и за счет этого он ближе к своим эмоциям, и ближе к тому, что он больше скажет тебе просто потому, что он находится в таком контексте. Вывести его за пределы офиса, вывести его пить кофе, заговорить с ним о том, что он любит, и он, возможно, после этого легче тебе раскроется. Как-то так. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Там было про менторство. Я хотел бы спросить, был ли у вас такой именно опыт, кто вас менторил, и какой он был, если кратко, если, возможно, интересно. Да, у меня, наверное, было три опыта. Первые два — это где меня менторили, третий — это где я менторила. Я менторила больше, но этот, на мой взгляд, самый яркий. Там, где меня менторили, вот когда я запускала свой стартап, я, в общем, была девочкой журналистка 20 лет, которая такая, запущу свой проект, чтобы вы понимали, бизнес-план там был такой. Ну, типа, будем монетизироваться рекламой. Вот так вот. То есть я ничего абсолютно в этом не понимала, и мне было очень важно, чтобы рядом был человек, который помог бы мне превратить это из паблика ВКонтакте в реальный стартап. И такой человек случайно оказался, он мне случайно написал с каким-то вопросом по его стартапу, и вот мы начали так общаться. И благодаря этому два года я им занималась, и я искренне, на мой взгляд, выросла и как менеджер, и как маркетолог, и как вообще… Ну, в общем, очень многое из того, что у меня есть, я благодарна этому человеку, и появился он мне совершенно случайно. Вот. Это первый мой опыт. Второй мой опыт менеджерства — это был мой руководитель в одном из мест, с которым я работала. И я попала туда как раз после своего стартапа, и из-за того, что я там был, ну, типа, я была, по факту, в некотором смысле одна и все делала руками, я была уверена, что я ненавижу маркетинг. Просто прям не перевариваю его. Просто потому что я занималась в основном СММом руками, без бюджета, сама, в общем-то, самоубийственная смесь. И он меня парой разговоров убедил в том, что на самом деле то, чего я хочу, это не project management, это когда мне говорят, что делать, а я делаю. А это product management, что мне интересны смыслы, концепты, что маркетинг — это то, что я люблю, просто заниматься им надо правильно. И вот эти два опыта, на самом деле, первый помог мне стать стартапером, второй помог мне стать product менеджером и стоять здесь перед вами, кто знает, где бы я стояла, если бы не он. Вот так вот, да. Третий опыт — менторство. Это был мой подчиненный, который вырос в project manager. Он помог мне лучше понять собственную экспертизу, ее ценность, и понять, что если ты, в общем, вкладываешься в человека не только в то, чтобы у него профессиональные скиллы росли, но сам майнсет, мировоззрение в личность, это дает офигительные плоды, которые тебе не сможет дать просто работа на работе. То есть гораздо важнее более личный контакт и правильный личностный мэтч. Вот так. Здравствуйте, Серафима. Меня зовут Максим, я студент. Мне очень понравилось ваше выступление, очень крутое, интересное. Вот мне как человеку, который, возможно, в будущем будет заходить в данную профессию, вы затрагивали тему поиска людей. Вы говорили, что обязательно надо людей искать, которым вы найдете мэтчи. А почему нельзя лучше искать людей, от которых получите больше профита, чтобы достичь своей цели в данной профессии или в чем-либо? Потому что, как по мне, для начала нужно найти самообладание самим собой, чтобы находиться в комфорте. Потом уже запускать людей, те же самые мэтчи. Но для начала лучше найти человека, который тебе поможет пробиться во что-то. Прошу прощения. Тут такая история. Мне кажется, вы подняли важный вопрос, о котором я хотела сказать. Что очень важно понимать, что люди, о которых я говорила, это ваши друзья. Это не ваши будущие подчиненные. Это не ваши будущие кофаундеры. Это не ваши будущие коллеги. Они могут ими стать, если у вас так получится, что классный мэтч, и все сложится. Но по факту, когда вы нанимаете людей просто к себе в команду, безусловно, у вас должен быть мэтч, но часто вы реально нанимаете не просто и не только человека, вы еще и функцию нанимаете. Когда вы ищете человека в свое окружении, это просто немного другая история. То есть я здесь рассказывал не о том, как нанимать. Я скорее говорил о том, как применять эти штуки, когда ты нанимаешь кого-то. Вот скорее так. Поэтому нужно ли искать подходящих людей, когда ты находишься на старте карьеры и пытаешься всеми правдами-неправдами запушить свое резюме хоть в какую-нибудь компанию, чтобы тебя взяли? Блин, конечно, нужно. Какие вопросы вообще? Это никак не связано с группой поддержки, я бы сказала. Точнее, оно связано. Чем лучше твоя группа поддержки в среде, если ты переходишь в новую среду, и они уже, например, там опытные, они могут лучше тебя посоветовать. Они могут обеспечить тебе лучший старт и лучший онбординг в сферу, в профессию, в компанию, куда угодно. Это правда. Вопрос в том, что тогда, наверное, у тебя где-то в другом месте должен быть с ними матч. А вот это вот перетерпеть, но ненавидеть на самом деле этого человека и считать его скучным, нодом и все такое, я не рекомендую. Спасибо. У нас вопросов много, но я думаю, что мы не прощаемся, и нетворкинг у нас попозже будет. Будет? Да, ну как бы вы можете остаться. И доклад Серафимы завершающий ровно для того, чтобы вы в спокойном темпе начали общаться. То есть у Серафимы есть еще одна идейка. Да, у меня помимо идейки есть еще, в общем, если мы сфоткали мои контакты, отлично, есть еще один QR-код. Он рассказывает про то, что я нанимаю. Вот. Вот сейчас будет часть про ВК-музыку. В общем-то, у нас в ВК-музыке есть два приложения. Это ВКонтакте и отдельное приложение. Это ВК-музыка. И, собственно говоря, у нас есть там два очень жирных и реально важных для продукта направления, ML-направления. Это рекомендации и поиск. Это то, как мы будем советовать пользователям музыку, и то, как они будут ее искать. И эти направления, они проходят с кросс-приложения. И это очень ответственная, крутая работа, на которую я жду ваше резюме. Представьте. Скромность. Это второе имя. Это правда. Вот. А теперь давайте немножко подотворкаемся. У меня все. Что вам надо сделать? Вот тут есть ссылка на чат. Вы в него заходите. Скидывайте четвертую песню из ваших аудиозаписей ВКонтакте. Вот. И те аудиозаписи, которые вам понравятся, напишите этим людям. Или познакомьтесь с ними тут. И, в общем-то, начните диалог. Потому что я искренне часто начинаю диалог с того, кто какую музыку любит. Вот. Если что, я люблю Майсфотек, Джангл, Бальтазар. Приходите. И сейчас все будут врать, что их четвертая песня это именно эта. Ну, у нас осталась еще важная часть. Нам нужно вручить Дигги. Ой. Ой. Я не хочу с ним расставаться, конечно. Он такой, ну, видите, он такой классный. Какой вопрос мне понравился? Понравился вопрос про ментора. Давай я подарю его тебе. Супер. Ну, дари. Я готова. Держи. Спасибо большое всем, друзья, что вы пришли. Нам было очень приятно, что вас так много. Спасибо всем в онлайне, что вы дотерпели и дослушали. Время уже не детское. Да, кстати, про онлайн там есть еще несколько вопросов. Мы после, когда ты освободишься, мы обязательно ответим еще. Все вопросы, которые у вас есть, присылайте сюда, присылайте туда, приходите, задавайте, и мы на все ответим. Вот. Спасибо.